Здарова, друзья! Смотрим свеженький ролик. Свеженький ролик. Свеженькое видео о Закатуна. Хорошо в деревне летом. Погнали. Но там вообще скобочка написана нет. То есть как бы не совсем. Как бы нет. Ну, наверное, хорошо. Или нет? Ну, погнали. Смотрим, что ты там делаешь. Поехали, посмотрим. Не знаю, может и я бракованный, но в отличие от многих ровесников, я и деревня вообще несовместимы. Все мои бабушки и дедушки всегда жили в городе, так что... Чисто вот как у меня. Я прекрасно его понимаю, на самом деле. У меня все бабушки и дедушки все в городе. И у бабушки был просто маленький такой огородик в черте города, до которого просто приходили. Они там даже не жили, а просто делали помидоры. Я все равно его ненавидела, этот огород. Дуракский. Печное отопление и подъем с первыми петухами мне были незнакомы. Но до тех пор, пока я встретил ее, свою жену. Да, в супруге это ту самую, что коня на скаку остановит и в избу горящую войдет. Для тех, кто не понял, родилась она и выросла в деревне. Казалось бы, и что тут такого, сейчас же мы в городе живем. Но, возможно, вы забыли про один маленький факт. У нее тоже есть родители. И они как бы... Короче, к теще и тестью погнал в деревню, походу. И там мы припахали к работе. Я думаю, так. Такси-такси-такси... Продолжают жить в деревне. Вот и получается, что сельская жизнь настигла меня только ближе к 25 годам. А началось все со знакомства. Наслушавшись историй о деревнях и ее жителях, нашу встречу с родителями я представлял как-то так. Приятная атмосфера. Оказалось, не все так страшно. Люди, они добы, простые. Борщик, пирожки. Еще бы, ведь убийство для них это обычное дело. Порошенка? Может вам мясо домой дать? Котлетки накрутите? В принципе, можно. Почему бы и нет? Но вопросом, откуда он уберется? Он, наверное, где-то в магазине лежит на прилавке или на дереве растет. Ну да, да. Хорошо, тогда завтра с утра пойдем быка колоть. Только крепко его держи. Дядь Ваня, он давить опару ребер сломал. Просто мимо проходил. Ну ты, я вижу парень крепкий. Из передачи время. Время. Это время. Новости, новости. Ночи. Новости. Видимо, я уже не уснул. Вообще, я вряд ли смог бы нормально функционировать в деревне. Там в буквальном смысле слова каждое утро кого-нибудь убивают. Крыльцо. А мимо тебя. А я думала, они увидели этот опор и сразу у них такие яички попадали. Смотри, 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 курица берет без головы. У тебя тоже такое было? Да. Тоже курицу когда разделали, собирались, то что бежала по двору из головы? Сначала по башке. А ты ее сам бил? Я тоже, да. Кошмар какой. Ты наносится. Хорошо, что ты всего не видела. А я почему мелкий был? Я б не пережила. А я еще мелкий был. А кроликов? А кроликов нет. Фух. Такие пупчики. Курица без головы пробегает. Смотришь в другую сторону, там мужики с ножами идут корову кому-нибудь закалывать. Забегаешь в дом, а там мышеловки переполненные крысами в мусорку выкидывают. Я вообще для этого не приспособлен. В общем, не жизненная сказка. Для живодера. Да, я понимаю, что это немного лицемерно, ведь котлетки и курочка-гриль нам всем нравится, но... А ты типа знаешь, когда ты этого не видишь, ты об этом как-то не думаешь. А потом, когда ты это видишь, как-то об этом задумываешься, становится как-то прям не по себе. Смотри, ну это белокур, белокур. Смотри, она плачет. Когда своими глазами видишь, как оно добывается, на пару недель пропадает желание есть мясо. Да что там мясо, даже яйца и молоко, просто так в деревне не получишь. Их нужно заработать. С яйцами попроще. Создаешь благоприятную атмосферу для курки. Снимаешь им охрану. И в свое время собирай урожай. А вот для молока нужно каждый день трогать корову. Что я все о еде. Поговорим лучше о том, куда она попадает после нас. А ты доила корову? Нет, а ты доил корову? Вроде пробовал. У нас, короче, я тебе расскажу, какой был. У нас просто огород, там было несколько грядок, по сути, и был курятник. Очень давно была, очень маленькая. А потом кур было неудобно содержать. Там прабабка была очень старая. И, короче, вообще ничего не было, кроме огорода. Поэтому я вообще ни с какой живностью никаких дел вообще не имела. Понимаешь? Сельский туалет. О! А, ой, так тут посмотри, какой благопристойный. Слушай, вообще прям хорошо. А бивочка мягенькая, какая-то сидушечка, бумажечка даже. А, и газеты. Вот такие вот газеты у меня тоже были. Там на даче был тоже такой туалет. Это еще хорошо. Это можно раз съесть. Не стоя. А у тебя был стоячий? Да. А он остался стоячий? Да. Хорошо, что я туда еще ни разу не ходил. О, мой гад. Да, это сосредоточение зла и всех видов насекомых. Дискомфорт, который испытываешь, находясь в нем, можно сравнить только... Да не с чем его сравнить. Сельский туалет. Конечно, они разные. И бывают даже туалеты бизнес-класса. Но те, в которых мне чаще всего доводилось бывать, просто ужасны. Сильная вонь. Ноги упираются в дверь. А там же еще, знаешь, там как бы варевная яма, да? Да-да. Там типа все вот остается там. Ну, понятно, куда же она девается-то. Ясное дело. Вот, там такая глубокая причем, да? И там и жидкость, и всякие парыши там ползают, да? И бывает, туда падает твоя вот эта штука. Бам. Бомба. Тебе отдача. Отдача. Бам. Это прям жестко-жестко. Это не то, что там вот в обычном летатье просто водичка. А там не водичка. Да-да. Отдача. Это потом всю... Вытирать от нутеллы свое мягкое место. О-о-о. Холодненькое. О, боже. О, жесть. Красно. Сердцу. Это если повезло, и там можно сидеть. А насекомые. Какого черта им по приколу эта атмосфера? Да-да. Вкусно. Вообще молчу. Можно качку примерзнуть, если плохо подготовился. Да, нельзя просто так взять и сходить в деревенский туалет. К этому нужно готовиться. Зато чего у деревни не отнять, так это свежий воздух и... Навоза. ...и вознение с природой. А, ну да. Смотрел на телепяшки, вспомнил, который рассказал про своего друга или одноклассника, который ходил и руками собирал. О, как хорошая лепешка. Раз. Вот из колы такой. Не в пакет, а куда он складывал их? Да никуда. Как-то с собой в руку там как-то что-то... Нам приходится. Еще одна особенность местного населения – это суеверность. Слово «фольклор» для них не просто буквы. У каждого человека найдется с полсотни страшных историй, слушая которые, ты сам начинаешь верить во всякую чертовщину. Пошел я, значит, за коровами на поле. По тропе лесной вижу следы копыт. Да понял сразу, что не коровы то следы оставили. Уж больно маленькие и чистят. Будто кто на двух лапах прошелся. Всякое слышал я про тот лес. Но сразу понял – леший это! Патруль или типа? Леший это. Ну ты, конечно, ссыкло. Вы только не подумайте. Блага цивилизации в деревне тоже имеются. Телек уже видели. И телевизоры у всех. И мобилки разной степени крутизны. И даже интернет иногда ловит. На березе. В два часа дня. Вот так вот. Для деревенских это не главное. Поводы попантоваться тут другие. У кого-то трактор новее. У кого-то скотина плодовитей. А кто-то может выпить три бутылки водки залпом и не умереть. Да, пьют там все. И практически все. Ну да. Ну потому что там очень скучно, наверное. И делать типа нечего. Ну как нечего? Ты просто фигачишься лоди на огороде по своему хозяйству. Вечером приходишь задолбанный. И просто уже. И все, да. Хоть одного трезвого мужика в деревне в пятницу вечером это большая удача. Но я не осуждаю. В принципе, что там еще делать. Это молодежь еще может на дискотеку сходить. А старики... Кстати, дискотека. Ух, это вообще тема для отдельного ролика. Скажу лишь одно. Если на ней пострадало меньше четырех человек, значит праздник не удался. В общем, весело там. Но, как говорится, хорошо там, где нас нет. Все познается в сравнении. И многим просто не хочется переезжать в город. А смотря на современных городских представителей, начинаешь понимать почему. Мы назад. Да. Не-не-не, да. Сам я до мозга костей городской житель. Точнее, я не против жить в своем доме. Но без скотины, со скоростным интернетом и санузлом, который находится в городе. И без печки, которая там шепчет духами. Ну, да-да-да. И вообще, хорошо бы участок весь почти, знаешь, газон поселить, за которым не нужно ухаживать. И никаких грядок, и ничего. Просто какой-то садик. А еще лучше, чтобы у тебя была вообще куча денег, ты наняешься садовника. Дача без гряда, какая-то дача. Ну, это как частный дом, а не как дача. Но так как деревня теперь стала частичкой моей жизни, придется с этим мириться. И привыкать к тяжелому физическому труду, постоянно грязной обуви и... Там тюлка вот-вот разродится. Ночью роды принимаем. Не забудь перчатки подлиннее одеть. Лучше до плеча. Вот так. Ну что, как и есть. Как рассказал, так все и есть. Да, я думаю, у всех такое на самом деле. Те, кто живет в деревне. В деревне как-то жил или там каким-то образом мимо проходил или что-то еще. У меня вся ассоциация... Нет, я была в деревне. Я лето проводил постоянно в деревне. Ну, у тебя прям была деревня-деревня, да. Я в городе жил, да. Но летом мне постоянно отдавали деревню на три месяца. И все, я там... Ну, я прям не то что в деревне, так как дача. Там совсем было мало домов. Почти не было денег. Только ты есть в деревне, только какая-то супермаленькая деревня. Читаю цельником даже. А как магазин тогда вам что? Магазин за километров 10 раз в неделю. Что, как? Надо было туда идти пешком? Идти, да. А, это сейчас есть эти автолавки, когда машина, знаешь, приезжает раз в две недели. Там не было даже дорог, Алина. Там вообще не было ничего. О, капец, слушай. Нет, я бы еще... Я бы нет, я бы не смогла. Еще, знаешь, вот сейчас вот буквально... Буквально сейчас лето наступило. Я еще представила, куча комаров повылазила, мошкары. А представь, сколько там деревни всего этого. И паучков твоих любимых всяких. И оводов стрёмных. И все эти штуки. И как-то некомфортно. Когда, знаешь, ты просто привыкаешь к комфорту, что у тебя всегда есть свет. Ну, когда вы не отключают вода, когда я тоже не отключаю. Сложно, да. Да, ты привык к такому образу жизни. У тебя туалет как бы не пахнет, ты сразу смыл, все прекрасно, чистенько. А там у тебя вот это вот... Но когда ты, наоборот, когда ты из деревни, когда ты жил в деревне, приезжаешь в Ор, там же... Ну, понятно, там взрыв головы. И тогда, как бы, человека сносит. Человека сносит, на самом деле, люди портятся такого очень-очень сильно. Особенно, знаешь, доступ... Там было скучно, что было только делать. По вечерам телек смотреть, на сельскую дискотеку ходить либо бухать. А тут приезжаешь в город, а там всякие клубы, чики модные, тусы всякие, понты. Все запретное, да. Афоны, да. И вот там бывает, да, башню сносит. Есть такое. В общем, если ты тоже жил в деревне или там проводил лет в деревне... Или как-то там был проездом. Да, ну, ты должен был понять этот ролик, да. Но ты, наверное, наверное. Ну, кто-то... Ну, кто-то ж есть, кто-то ж есть, да, кто смотрит нас в деревне. Нет, я думаю, что люди львовки приезжают к родственникам, там, бабушке или куда-нибудь. Вот. Тогда ставь свой королевский лайк и увидимся на стриме. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор. Хм, неплохо, неплохо. Да, это видео.